добрый день вот сегодня 11 апреля двадцатого года я подготавливаю картошку посадки и как уже показывал роликах перед посадкой обрабатываю таким средством как престиж цвет ярко розовый специально видимо сделано чтобы было видно что картошка обработана значит пастообразная такая вот жидкость я выливаю тут у меня где-то грамм 700 водички и выливали сюда конечно сполосну еще разочек чтобы ничего не пропадала и буду знать что на два месяца от колорадского жука и от проволочника практически на все лето картошка будет защищена не надо будет ходить собирать брызгать ее всякими фосами я понимаю конечно что и возможно это не панацея но на сегодняшний день по сравнению с тем что льет в табу или клубни щит аналогов пока я не нашел из другого на сегодняшний день я не вижу вот значит получились у меня чистого раствора до 800 грамм хотя по инструкции на 100 грамм должно быть меньше теперь этой этой жидкостью разведенной и обработаю картошку перед посадкой как это будет происходить я вам покажу продолжение следует ну так я продолжаю вот здесь где-то у меня порядка одного ведра картошки картошка небская вот он растворенный у меня престиж сейчас вам покажу как я обрабатываю ничего тут такого сверх естественного нет это для тех кто хочет обработать картошку один раз и забыть на все лето о жуке проволочники и парше картошка вот видите пророщенная надо обрабатывать аккуратно чтобы особо не отлетали эти росточки потому что потеря будет значительная вот не буду умничать покажу как я это делаю но обычно я эту обработку делаю за день вернее если сегодня я обрабатываю то завтра можно будет сказать вот она видите в какой цвет превращается вот так вот я ее опрыскиваю даю и немножко немножко повернем ее еще раз по сухим местам пройдем и вот этого такой обработки будет достаточно для того чтобы жук нас не беспокоил все лето говоря уже проволочники ну можно еще раз значит самое главное не перепутать всего по картам отдельно сажаете потому что когда вы обработаете таким раствором вся картошка у вас будет розовое знали где какая ну и так далее я уже не буду показывать обработку всех всех ящиков или ведер всего картофеля потом вам покажу уже готовый результат обязательно конечно одеть перчатки чтобы руки были защищены все таки химикат и химикат на этом борьба с колородским жуком борьба с колородским жуком в этом году у меня в принципе закончена как он будет себя вести я для этого вам покажу бывает что он проживает но уже где-то в конце июля начале августа первый год когда я стал обрабатывать вот этой жидкостью видел где находится жук первое было желание собрать его потом не стал и понял что правильно сделал то есть он прилетает от кушает и на утро как коронавирус для него вот это все действует так что рекомендую если у вас на большие объемы если у вас пару рядочков то конечно можно и руками собрать если я ленивый вот и все у меня осталось буквально грамм 50 сейчас я за нас уже пролитие ящики еще добавлю кое-где жидкости и все на этом я для обработки у меня против колородского рука проволочника и парши закончена конечно парша еще хорошо любит свежий навоз который не рекомендуют добавлять никуда в принципе смотрите свежий навоз не добавляется ни в какие растения если настаиваются то опять же разбавляется но только не в свежем виде его под картошку ну что парша это дело любит вот и все если кому-то было интересно я рад всем пока и все 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 все